Дорогие друзья, братья и сестры, слава нашему Господу, что мы вновь здесь, на этом месте, можем слушать Слово Божие, рассуждать, учиться чему-то, чтобы наше сердце было открыто для действия благодати Божией, любви Его, что Бог управлял сердцем нашим и наполнял Его любовью друг к другу, и чтобы мы с вами осознавали, что мы дети Божии, и чтобы вот это осознание все больше и больше крепло в нашем сердце, и мы с вами имели эту совершенную радость. Радость спасения, радость ожидания вечности, радость ожидания Господа нашего Иисуса Христа. И я сегодня затрону тему, она очень обширная, очень большая, но постараюсь не так много, более кратко, постараюсь понятно. Это тема правды. Это тема правды. Сейчас, если мы с вами взглянем на мир, в котором мы живем, ну и в церкви тоже, в нашем общении, везде мы найдем дефицит правды, дорогие друзья. Везде он есть, везде он присутствует. Наверное, потому что последнее время, наверное, потому что дни уже близки, и пришествие Господа близко, и беззаконие умножается. А с беззаконией умножается и неправда. И поэтому вот в это последнее время, я думаю, мы ясно и четко должны с вами, как дети Божьи, ощущать вот этот вот дефицит правды. Чтобы правда в нашей жизни утверждалась, и ее было видно, потому что слова правды – это сила. Так говорит Иов. Я буду читать такие небольшие отрывочки из Слова Божьего, чтобы нам было понятно, что такое правда, как она действует, и почему вот она так необходима нам. Начну с книги «Исход», 23 глава, это второй стих. «Не следуй за большинством на зло, и не решай тяжбы, отступай по большинству от правды». «Не следуй за большинством на зло, не отступай по большинству от правды». Вот, дорогие друзья, в этом отрывочке я хотел бы обратить наше внимание на влияние большинства. Мы с вами находимся на работе, работаем, вокруг нас мир кишит, их гораздо больше, чем нас с вами, гораздо больше. И здесь Слово Божие говорит «не отступай от правды», «не отступай от правды» по большинству. Потому что большинство, оно всегда имеет влияние. Вообще я хочу сказать одну такую мысль, дорогие друзья, братья и сестры, что правда, она сама по себе, она очень неудобная. Она очень неудобная. Потому что вот и первый брат сказал, что крайне испорчено сердце человеческое, оно лукаво. Вот если взглянуть, то нам всегда хочется, ну, что-то недоговорить. Нам всегда хочется выглядеть гораздо лучше, чем мы есть на самом деле. И, допустим, если ты приходишь в собрание постоянно, а потом раз какое-то воскресенье, вдруг не пришел в собрание, подходит тебе, брат, где ты был, как ты это? Это, ну, хочется сказать что-то такое, чтобы не пасть в его глазах. И начинается вот это вот, ну, юлиш, немножечко останавливаешься, думаешь, да, понимаешь, вот пробка не успела, опоздал, потом решил вернуться назад. А что на самом деле? Ну, я, братья-то, оккультрировано, братья и сестры, церковь дорогая. А на самом деле стыдно признаться, что просто проспал. А вот сказать, да, брат, проспал, вот просто проспал. А чтобы не упасть в его глазах, начинает человек, и даже верующий, что-то придумывать, что-то недоговаривать. И это очень и очень плохо влияет на духовное состояние и на духовную жизнь, и на общение с Господом Иисусом Христом. И вот это вот влияние большинства, оно очень, оно очень пагубно. Поэтому знать правду и говорить правду, это очень и очень важно. И в Таразаконе, 16 глава, это 19 и 20 отрывочек. «Не извращай закона, не смотри на лица и не бери дара, ибо дары ослепляют глаза мудрых и превращают дело правых. Правды, правды ищи, дабы ты был жив и овладел землей, у которой Господь Бог дает тебе». Моисей говорит слова народу израильскому «Правды, правды ищи». Братья и сестры, он здесь говорит два раза. Моисей любил два раза, два раза в скалу ударил. Здесь он говорит два раза. И я думаю, это не случайно, потому что это очень важно. Он хочет, чтобы в сознании народа израильского осталось это слово. Правды, правды ищи. Ищи правды, не оставляя этого пути, потому что на этом пути жизнь. И он говорит, что правды, правды ищи, чтобы наследовать вот эту вот обетованную жизнь и остаться в ней долгие-долгие годы, чтобы и дети твои остались в этой земле. Но мы помним из истории Израиля, что все было наоборот. Они извращали суды, они делали все буквально наоборот. И, дорогие друзья, я сейчас приведу одну такую историческую справку. Я совершенно недавно ее прочитал, и она меня тоже очень сильно поразила и очень сильно удивила. Мы знаем, что во времена Иисуса Христа был Синедрион. Это такая вот судебная палата, где выносили решение. Этот Синедрион приговорил Господа нашего Иисуса Христа к смертной казни. Этот же Синедрион бил апостола Петра и всех апостолов, запрещали им говорить об Иисусе Христе. Этот Синедрион творил вот такие вот вещи. И вопрос всегда возникает в чем? А почему? У народа было Слово Божие, у народа был Закон Божий. Они знали заповеди. У них был храм, у них было жертвоприношение. Вроде бы все хорошо, все здорово, все прекрасно. Исполняют заповеди, соблюдают Пасху и все праздники. Но почему-то Мессию своего не узнали. Почему-то апостолам запрещали говорить правду. И, дорогие друзья, меня поразило мнение вот этого брата. Он сам еврей и верит в Иисуса Христа. И он сказал, вы знаете, они до того извратили Слово Божие. Вы помните, что я вначале прочитал? Да? Не следуй за большинством на зло. Они до того извратили Слово Божие, что говорили следуй за большинством. А дальше не говорили ни о правде, ни о чего. И так они учили народ. И говорили следуй за большинством. И он привел такой пример. Если встанут 50 пророков, которые будут говорить именем Божьим, и встанет 51 член Синедриона, если 51 член Синедриона скажет на черное и белое, они будут сто раз неправы, то все должны признать, что черное – это белое. И эти пророки должны признать свою неправоту. Вот такой был закон, и такое было правило, и такое было постановление в народе и в этом Синедрионе. Если из 70 человек 40 человек скажут казнить, значит, будет казнь. Хотя, хотя, по закону того времени, если хотя бы один человек в Синедрионе против смертной казни, казнь должна отложиться. Но когда Господа нашего Иисуса Христа судили и осудили его на казнь, было нарушено более 20 процессуальных вот этих вот моментов. У меня где-то есть этот список, потом как-нибудь я прочитаю. Но вот один из этих вот главных, как они извратили, как вот эту правду Божию, Слово Божие превратили, извратили и сделали совершенно противоположное. Поэтому они и не могли узнать Мессию, поэтому они и не могли принять Господа Иисуса Христа, потому что Он говорил правду о них. Он их обличал и говорил, что вы посмотрите в свое сердце, сколько там неправды, посмотрите в свое сердце, сколько там лжи, посмотрите в свое сердце, сколько там нечистоты. И Он призывал их, очистите внутренность вашу, и потом у вас будет все по-другому. Но они не хотели этого делать, потому что правда Господа Иисуса Христа была для них очень и очень неудобна. И они нашли один единственный выход – это предать его на смерть, предать его на распятие. И, дорогие друзья, вот по поводу того, что ищи, ищи правды. И Господь наш Иисус Христос в Евангелии от Матфея, я думаю, вы все сразу вспомнили параллельные места, это Матфея 6 глава, 33 стих. Мы его знаем наизусть. Ищите правды, ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и это все приложится вам. Ищите прежде Царствие Божие и правды Царства Божьего. Иисус Христос в 5 главе Матфея начинает свою Нагорную проповедь и в 6 отрывочке говорит так. «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». Блаженны, счастливы те, кто жаждет и ищет правды, они насытятся. Вот вы видите, дорогие друзья, Церковь дорогая, какая связь между Ветхим Заветом и Новым Заветом. То, что говорил Моисей, то же самое говорит Иисус. Моисей говорил, ищите, ищите правды. Иисус говорит, блаженны алчущие и жаждущие правды. Ищите Царствие Небесного и правды Его, а остальное все вам приложится. Какая замечательная связь в Слове Божьем. Дорогие друзья, также вот Исайя, пророк, мессианский пророк, как его еще называют, в 1 главе, в 17 стихе говорит так. «Научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову». Он говорит ту же самую мысль. Ищите правды. Ищите правды. И вот здесь Он делает такой очень тонкий намек. А где искать эту правду? Как ее искать? Он говорит, делайте добро, спасайте угнесенных, защищайте сироту, вступайтесь за вдову. Вы смотрите, Он перечисляет такое сословие людей, которые на тот момент в Израиле были самые бесправные, самые обездоленные, и самые нуждающиеся. И вот Он здесь их призывает, научитесь делать добро. Ищите правды. Вот здесь вот ищите правды. И делайте добро тем, кто в этом нуждается. И, дорогие друзья, вот я сказал, что в правде, правда – это сила. Вот слова правды. Иов в 6 главе книги Иова, 25 стих. «Как сильны слова правды, на что доказываете обличение ваше». «Как сильны слова правды», – говорит Иов. Они действительно очень и очень сильны. Понимаете, когда мы говорим правду друг другу, когда мы живем этой правдой, то лукавый Он обезоружен. У Него нет против нас ничего. Вы помните, недавно тоже брат говорил слово, что князь мира идет, Иисус говорит, «но во мне не имеет ничего, потому что вся правда была в нем, в слове, в Иисусе Христе». Дорогие друзья, и поэтому Иов уже в то время говорит, что как сильны слова правды. И действительно, слова правды, они этой силой обладают. И апостол Павел в послании Коринфянам, это второе послание Коринфянам. Шестая глава, седьмой стих. Он говорит о том, о служителях. Вот мы, вот служителя, говорит, вот мы служим Богу. И в чем мы находимся? В чистоте, в благоразумии. И дальше он говорит в седьмом отрывочке, «в слове истине, в силе Божией, с оружием правды в правой и левой руке». Смотрите, как Иов говорит, правда, слова правды сильны. Апостол Павел вторит ему, мы служителя Божьи, мы дети Божьи, и у нас в обоих руках меч правды. Оружие правды и в правой, и в левой руке. Кроме этого, ничего у них нету в руках. Оружие правды. И дальше апостол Павел в девятом стихе говорит, и, дорогие братья и сестры, вот Слово Божие, оно всегда настолько мило, настолько полно любви, когда оно нас обличает, оно показывает нам выход. И в то же время и дает обетование, обещание. И вот, когда мы с вами живем в правде, когда у нас оружие правды в правой и левой руке, то смотрите, что в девятом стихе, в девятой главе, в десятом стихе написано, «Дающий же семя сеющему и хлеб пищу подаст обилие, посеянному вами и умножит плоды правды вашей». То есть, как замечательно это звучит. Мы творим правду, а Господь умножает плоды правды нашей. Неужели это плохо? Если я сказал правду, чуть-чуть, даже маленькую, просто не пришел на собрание и спросили, а почему ты не пришел? Я говорю, да я проспал. Вы знаете, вот этот плод правды, вот этот плод правды, да, он меня немножко унизил, да, он показал меня немножко не в том свете, возможно, но вот этот плод правды Господь обязательно умножит. И Слово Божие настолько точно и верно, он не пишет, что он прибавит, он говорит, умножит. То есть, сделает в два раза больше, в три раза больше, в четыре раза больше. Два плюс два будет четыре, но если четыре умножить на два, получится восемь. То есть, умножение – это гораздо больше, чем прибавление. И дал бы нам, братья и сестры, Господь вот так вот жить, любить правду и искать правду всегда. И дальше еще хотелось бы продолжить свои рассуждения. И 2 Тимофея, 2 глава, 19 стих. «Но твердое основание Божие стоит, имея печать сию. Познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа». Этот стих безоговорочно говорит нам о том, что у нас нет с вами другого выхода, дорогие друзья, братья и сестры. Если мы дети Божьи, то Господь поставил на нас свою печать. И нам дал одно только основание. И это основание звучит так. «Да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа». Другого пути у нас с вами нет. Это путь Господень. И нам с вами только одно – оставлять всякую неправду и желать только правды. И еще 2 Тимофея 2, 22. «Юношеских похотей убегай, а держись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца». Оказывается, чтобы держаться правды, надо от чего-то убегать. И Слово Божие верно. Если мы не будем убегать от греха, если подростки и юноши не будут убегать от своих похотей, то мы можем увязнуть в этих похотях и в этих грехах. И поэтому апостол Павел четко говорит Тимофею, юному служителю, убегай. Но нет другого выхода, братья и сестры. Так как Иосиф бросил все – одежду, все, что было, все – и убежал. И сохранил свое сердце в чистоте, и сохранил правду, и сохранил верность Божью. Также и нам нужно убегать от этого греха, от всякого обольщения, просто сторониться и стараться к нему даже не прикасаться. Если оно даже где-то вдали появилось, надо развернуться к нему спиной и убегать от него. И только тогда можно будет держаться правды. Это, я так думаю, что одно из условий, которые Господь дает нам. Еще, братья и сестры, несколько мыслей, и я подведу так вот итог. 1 Петра 2, 24. «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились. Господь сделал все для нас, чтобы мы жили для правды. Он сам грехи наши вознес на древо, чтобы мы жили для правды». Вот Бог смотрит на нас, и когда мы творим неправду, наверное, Он в сердце своем думает, что я еще не сделал для детей своих, чтобы они жили в правде и творили правду. Отдал все Сына Своего. Он вознес грехи наши, чтобы мы жили для правды. И, дорогие друзья, 1 Иоанна 3, 10. Тоже очень серьезный отрывок. «Дети Божьи и дети дьявола узнаются так. Всякий, делающий правду, всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего». Еще раз. «Дети Божьи и дети дьявола узнаются так. Всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего». Иоанн дает четкий такой пробный камень, который эхом звучит в сердце каждого христианина. Дитя Божье, делаю правду или не делаю правду. Всякий не делающий правды апостол Иоанн и Слово Божие нам четко говорит, он не от Бога, он не от Бога. Потому что дети Божьи и дети дьявола узнаются вот так вот, вот так вот. И этот один способ, но у Иоанна там еще в послании есть еще несколько. Ну вот основной вот по нашей теме – дети Божьи и дети дьявола. Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, я думаю, что мы в лучшем положении. Я думаю, что мы ищем правды, я думаю, что мы жаждем правды и хотим жить в правде. Но не всегда так получается. И говоря вот это слово и исследуя свое сердце, я тоже получил от Господа много обличений. И не хочу сказать вам, проповедуя это слово, что у меня в духовной жизни в отношении правды все безупречно. Нет, конечно, есть и упущения, есть и такие моменты, за которые и молился Богу, просил прощения и получал это прощение. И слава Богу, Господь полон милости, Он полон благодати и готов нас всегда исправлять, учить. Потому что и дальше в Слове Божьем мы читаем, что Он дал нам благодать, а благодать она научающая. Она нас учит изо дня в день, чтобы мы были чище и больше и больше похожи на Господа нашего Иисуса Христа. И золотой стих, который, наверное, вы все знаете наизусть, это 1 Иоанна, 1 глава, 9 стих. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Есть один путь избавления от неправды – это только исповедание. Другого пути, братья и сестры, нет. Слово Божие нам не дает. Надо видеть эту неправду в сердце своем, исповедовать ее и исправляться. И Бог даст силы, наполнит сердце любовью, благодатью, управит наше сердце, и наши дела будут дела правды. И если в нашем сердце, дорогие друзья, братья и сестры, есть жажда правды, есть стремление к правде, то мы – дети Божьи. Этот вывод я сделал вот из этих всех отрывочков, которые мы сегодня с вами читали, размышляли. Это вывод на эту тему. Если в нашем сердце есть жажда к правде, стремление к правде, то мы с вами – дети Божьи. И пусть Бог нас благословит, утвердит нас в истине, чтобы мы с вами любили правду, делали ее и жили по правде. Во имя Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Продолжение следует...